Всем привет, всем доброго времени суток. Давайте немного поговорим о межполовых отношениях, об отношениях между мужчиной и женщиной. И вот о чем я хочу поговорить. О ситуации, когда партнерские отношения, но во всяком случае они должны быть партнерские, между мужчиной и женщиной, перерастают в очень токсичные отношения папа-дочь. Что я имею ввиду? Ситуация довольно-таки банальная, я думаю, что в 50% отношения, а то и намного больше, это я так чисто на вскидку даю такую процентовку, может быть она намного больше. В очень большом проценте отношений такое вот получается. Что я имею ввиду? Сейчас объясню. Ну, давайте себе возьмем, представим ситуацию, отец, которому, скажем так, лет 45, и дочери лет 18. Эта дочь довольно-таки непутевая, скажем так. Ну, не абсолютно непутевая, а так, средней непутевости. То есть она может прийти с дискотеки, там, с вечеринки набухаться, там, в мертвецке пьяная, на следующий день там будет болеть дома. Папа за нее переживает каждый раз, когда она идет на дискотеку, потому что он узнает, какой у нее там это, потенциал есть деструктивный. После возвращения, эта дочка может там поехать с превышением скорости по дороге, там у нее права заберут на какое-то время. Может постоянно у папы там стрелять денежку, потому что у нее постоянно нехватка денег. Ну, то есть папа находится в постоянной ситуации какой-то тревоги за дочку, да? То есть он ее, конечно, любит, бесспорно любит, потому что не какая-то там прям конченая наркоманка и алкоголичка, ни в коем случае. Девочка просто в стадии, как бы, развития какого-то своего, не самого идеального, ну, вот такого вот, да? То есть с кем не бывает в таком духе. Ну, девочке лет, скажем так, 18-20. И вот папа постоянно находится в состоянии какого-то, какой-то тревожности за дочку, да? И как бы, когда она ему звонит, например, он каждый раз думает, а что там с ней в очередной раз произошло, да? То есть постоянно в ожидании чего-то нехорошего. И, к сожалению, очень часто такие вот отношения бывают между мужчиной и женщиной, то есть в паре. То есть женщина ведет себя очень инфарктивно и как бы предлагает своему партнеру, мужчине, как бы стать ее папой в плане того, что она вот ведет себя так, как девочка, 18-летняя девочка, хотя этой женщине может быть там уже и 25, и 35, и 45, да? Это инфантилизм, инфантильность, она как бы не проходит с возрастом очень часто. И, наверное, у очень многих такое вот бывает. Я вот на себе это тоже вот ощущаю в отношениях. Это очень неприятно, потому что как бы ты хочешь партнерских отношений, а получает отношения папа-дочь. То есть ты к дочери испытываешь, конечно, любовь, ты за нее беспокойся, волнуйся, переживаешь. Но это уже не партнерские отношения, елки-палки. Я сначала как-то, когда подумал вот об этой теме, о том, как вот эти отношения как бы трансформируются в очень токсичные такие вот отношения папа-дочь, я подумал, что как бы, ну, это, наверное, что-то редкое. А потом я подумал, да, в принципе, сплошь и рядом такое. То есть женщина изначально перекладывает всю ответственность в отношениях на мужчину, если что-то у нее, как бы, там, это, какие-то там сбои, там, вот такие, как я рассказал, то есть права потерял, лишилась прав, там, напилась, денег не хватает, все мужчина должен, папочка должен решать. Ну и где тут партнерские отношения? Это отношения папа-дочь. Ну, однозначно. Не знаю, может, кто-нибудь уже говорил на эту тему, эту тему развивал, и наверняка, если прогуглить, наверняка в психологии тоже это, этот момент в современной психологии разбирается. Ну, я как-то до него дошел сам, честно говоря. Я сейчас, честно говоря, чего греха таить, нахожусь в какой-то степени вот в таких вот отношениях. То есть не в самой такой крайней форме, не в самой такой экстремальной форме того, что я описываю, но в какой-то степени да. Я думаю, что очень много мужчин тоже это все испытывает. Вместо партнерских отношений получаешь отношения папа-дочь. То есть мужчина-папа, которому 45 лет, например, а женщина-дочка, которой 18. Я говорю, ментально 18, а на деле это может быть 28, 38 и 48. Инфантина с годами не проходит, к сожалению, очень часто. Такие вот дела. Буду рад услышать ваши отзывы на этот счет. У кого такие ситуации были или сейчас он находится, как можно с этими ситуациями бороться, можно ли что-то изменить. Честно говоря, я думаю, что изменить такие вот токсичные отношения практически невозможно. То есть их вернуть на уровень партнерских, как бы выровнять их, исправить очень тяжело. Если женщина уже в возрасте за 30, например, инфантилизм, инфантильность, она как бы не проходит. А что вы думаете по этому поводу? Буду рад услышать ваши отзывы. Пишите. Всем добра и позитива. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok